Татьяна, здравствуйте. Что такое вообще арт-пикник? Арт-пикник – это социальный парк культуры, искусства и здорового образа жизни. Это такая общая дача для всех, где люди разного возраста, разных музыкальных вкусов, разных социальных, политических и религиозных взглядов могут вместе взаимодействовать, где культуре, искусству и талантливым людям из Украины уделяется особое внимание. Как возникла вообще такая идея, как она родилась? Вы знаете, идея возникла тогда, когда мы стали фонд поддержки молодого искусства Украины, Слава Фролова групп, начал заниматься молодыми художниками. Мы столкнулись с такой проблемой, что на выставке художников молодые художника входят художники и друзья художников. И пресса тоже достаточно внимания этому не уделяет, потому что все привлекли к каким-то более светским событиям. И вот мы решили сделать какой-то проект такой народный, который бы объединял людей и который бы… Это такая была бы площадка, где популяризируется искусство, литература, музыка, здоровый образ жизни, прикладное искусство, киноискусство. Но при этом это все в такой легкой форме, в форме такого нового досуга для украинцев. Вот это все в парке, под открытым небом. То есть вот так. Да, не галереи, это тоже прекрасно, и мы продолжаем делать выставки в галереях, не только в Украине, наш фонд. Но мы решили сделать проект, почему он такой длительный, да, чтобы прививать определенную привычку, да, и к такому виду досуга, и прививать интерес к искусству в целом. А вообще возраст самого проекта, то есть вы давно работаете над этим проектом? Где он уже проходил, расскажите. Да, мы в Киеве уже третий сезон у нас сейчас идет, это четыре месяца нон-стоп работы, 120 дней, без перерыва, без выходных. Мы это делаем в Киеве уже третий год подряд с командой. Также в этом году мы вот попробовали в другом городе, мы закрыли уже ровно, целый месяц проработали в ровно, и вот открываемся в Одессе. Собственно, как все это будет здесь развиваться, мы пока не знаем, нам это тоже интересно. Это некий социальный эксперимент, понимаете, мы что-то делаем и смотрим, как реагируют люди, нужно это, не нужно. Потому что, когда мы, например, открылись в Киеве, у нас точно также был социальный эксперимент. Мы вывесили гамаки и хотели посмотреть, как вот просто в парке будут гамаки. Понимаете, люди боялись на них ложиться, все думали, что это стоит каких-то денег, вот очень с опаской. Люди боялись в парке просто танцевать, ну то есть они были такими, первый месяц с такими наблюдателями. Гамаки своровали, книги своровали, которые мы выставили в библиотеке и тому подобное. Но потом появились другие люди в процессе, которые это все принесли. Так вот, это такой живой организм, где мы не знаем, как будет. Мы надеемся, на самом деле, этот проект будут создавать сами одесситы. И то, как он будет выглядеть, и то, насколько чисто будет в парке, и то, каким парк останется после проекта, и то, своруют у нас что-то или не своруют, привнесут сюда что-то или не привнесут. Зависит от самих горожан. У нас есть и положительный опыт, и отрицательный. Положительного больше, именно поэтому мы двигаемся дальше. Потому что, если бы это было совсем не нужно, и мы бы понимали, что наши мечты создавать такой досуг, в первую очередь, для себя, никто не разделяет, мы бы тогда просто... Ну, в принципе, это и европейский опыт. То есть, в Европе очень много парков, где люди так свободно могут отдыхать. В Европе, действительно, такие парки есть. И это, ну, очень здорово. На самом деле, в Советском Союзе тоже такие парки были. Это вот отчасти и оттуда. В Советском Союзе в парках тоже пели, в парках тоже танцевали. Ну, то есть, этот опыт и у нас, украинцев, в том числе, тоже был. Это не значит, что мы заимствуем чей-то опыт. Мы просто подумали, что было бы круто сделать, в первую очередь, для себя. Вот у нас есть команда, в Киеве это 30 человек, здесь сейчас это 10 человек, которым в кайф это делать. Ну, вот мы пробуем. И чем отличается, да, что для Европы это привычное явление. И еще нюанс в том, что все-таки там настолько хорошо работают все коммунальные службы, все это настолько привычно, что, я не знаю, бросают ли они бумажку в урну. Наши люди бросают, если урна есть и иногда, если им об этом сказать. Иногда проходят городские мероприятия, мы все знаем, что остается. Мы буквально вручную, да, это значит, что мы подходим к людям и говорим им, ребята, после себя, пожалуйста, уберите. То есть, вы отдыхаете, нам в кайф, что вы отдыхаете, уберите после себя. Поставьте стульчик за собой. Если вы рисуете, а у нас будут мольберты, открытая художественная мастерская. То есть, еще это и дисциплинирует. Да, если вы рисуете, уберите тоже за собой. Ну, то есть, вот, принесите карандаши. У нас есть мольберты, у нас есть художники, которые готовы делиться творчеством, которые готовы обучать. Принесите материал, да, просто для себя и для своего соседа. Карандаши, бумагу, поделитесь, привнесите что-то сюда тоже. То есть, еще и учит быть добрыми. Учит отдавать и созидать, да. Потому что, если просто, ну, не вникать в суть проекта, кажется, что это такое, знаете, ну, что здесь нету сервиса, кто-то может его требовать, но он здесь не предполагается. Потому что, если мы все дадим на блюдечке с голубой окоемочкой, это, знаете, как денег. Денег. Их никогда не будет достаточно, и все время хотеться будет большего. Это как торговые центры. Вот они развиваются, и каждый раз в сервисах все больше и больше. Как раз таки у нас сервиса нету. Сами создаем его вместе, да. Татьяна, спасибо. Мы, седьмой канал вам желает удачного вообще развития, удачного старта. Мы будем следить за тем, как все развивается и даже планируем принять участие. Да. Вам спасибо огромное, да. Всего доброго. Спасибо.